Добрый, добрый, добрый день всем, дорогие друзья, у микрофона Андрук, это студия игрокам ТВ, и мы начинаем трансляцию второго дня европейских квалификаций. Дордан Юнайтед против команды Пауэр Рейнджерс. Пээры попали в очень неприятную для них группу, у Пээров не все складывается хорошо, хотя должно бы вроде с одной стороны, а с другой стороны Пээры у нас одну игру сыграли и одно поражение. Группа на самом деле, ну из тех, которые смело можно назвать группой смерти, тут и Альянс тебе, пожалуйста, и НИПы, и те же Бёрден Юнайтед, которые две игры сыграли, две ничьи в общем-то ровные, ничью заработали против Альянсов, против явного фаворита этой группы. Ну, пока что Альянсы тоже у нас не очень смотрятся, ну где-то Бёрдены на их уровне, две ничьи у Альянсов, точно так же, как и две ничьи из двух возможных у команды Бёрден Юнайтед. На первом месте идет Форенкерсон, Си Кэптон в группе А, у них две игры сыграны, одна победа и одна ничья. Со стороны Пээров одна игра, одно поражение. То есть ничего хорошего, против НИПов слились у нас Пээры. С кем не бывает, против НИПов не грешно сливаться, команда действительно сильная и команда нацелена у нас на результат. Да кто не нацелен, когда на кону выход в главную часть флан-финал Интернешнала. Интернешнала с огромнейшим призовым фондом, я думаю, все за этим следят, все знают конкретные цифры, я сейчас сообщать эту инфу не буду. Ну что, по пику давайте сразу разберемся. Команда Power Rangers собралась пушить. У них есть Ликан и у них есть Брудмазер. Брудмазер займется одной линией. Чеширский кот это делать умеет, может и всегда, в принципе, делает данную работу. Причем делает ее на отлично. Чеширский кот на Брудмазер отправляется у нас, скорее всего, в сложную. Кенгер будет у нас саппортить, я думаю, Ликана. Sunlight Seihura будет у нас играть на Квапе на Медлэйне. И Рубик от J4 будет тоже саппортить у нас Дитяра. Ну, для Дитяра стандартная привычная позиция. Он играет у нас в роли мейнкери. Ну и пуш-потенциал Ликана тоже никто не отменял. То есть одна линия будет спушиваться, в принципе, по дефолту Брудой. Вторая будет подпушиваться по чуть-чуть у нас Ликаном. А там, если файт массовый начнется, там посмотрим, как все это будет выглядеть. Ну, на данный момент команда Bird United тоже, в принципе, для отпуша имеет некоторые плюсы. Это, во-первых, Перис, который любых крипов достаточно быстро разваливает без вреда для себя. Я говорю сейчас, конечно же, об Энкор Смэше. С другой стороны, есть еще и Гирокоптер в пике команды Bird Unite. Забирает его, кстати, Некроман, чья стандартная позиция это Мидлэйн. Синг-синг на Миране будет у нас играть. Ну и Каму Изми играет на Бене, а Майнац будет отыгрывать на Виспе. Майнац у нас вылетел, инфы никакой. Правильно, правильно, никакой инфы. Хорошо. Что, Birdены показали, что они готовы сражаться на самом высоком уровне. На самом деле, победа над альянсами очень так серьезно смотрелась от Bird Unite. И они альянсов на место поставили. Правда, Алики потом взялись за ум и разорвали где-то минут за 25 своих оппонентов. Я говорю Bird Unite. Но, с другой стороны, ничья, тем не менее, есть. То есть, статистика не помнит у нас, кто да как, кого побеждал. Главное, что один поинт Bird Unite заработали. Ну и со стороны команды ПР двойное поражение от Нипов. Тоже, да, ПРы сражались, да, ПРы пытались, конечно, выглядеть достойно. Но Нипов просто оказались сильнее. Ну и у Нипов по составу, будем откровенны, помощнее, чем у коллектива Power Rangers. Он явно переживает не лучшие свои времена. И уже достаточно долгое время. Ну что, у нас сегодня матчей... Сколько у нас? Сегодня впереди матч Hellraiser. Еще который будет в 15.30. А потом у нас в 18.00 играют Na'Vi. И будут Na'Vi играть против Yellow Submarine. Na'Vi идут с двумя победами и с одним поражением. London Conspiracy наказали в первом же матче Na'Vi. А потом Na'Vi отыгрались. Отыгрались на Хейрах и отыгрались на команде Vega Squadron. В группе B, ну так, приоткрою немножко инфу, пока у нас время есть. Хейры идут на четвертой позиции. Они сыграли три матча. У них две ничьи и одно поражение. Команда Vega Squadron сыграла два матча. У них одна ничья, одно поражение. И, кстати, ничья у Хейров, у Vega, точнее, конкретно с командой Hellraiser. London Conspiracy на третьей позиции в своей группе. У них из двух игр одна победа над Na'Vi и одно поражение. И Yellow Submarine на второй позиции. У них две игры, одна победа и одна ничья. Четыре поинта. Ну и Na'Vi на первом месте. Ну, Na'Vi обгоняет Yellow Submarine, потому что сыграли больше матчей. Вот и все. То есть сегодня станет ясно, Na'Vi по факту у нас сильнее всех в группе. Или просто им не пришлось еще с субмаринами встретиться в очной ставке. Ну что, переходим к нынешнему матчу. К матчу между командами Burden United и коллективом PR. Пожелаем удачи всем. Ну, конечно же, мы топим за PR. Кто такие Burden United? Мы их даже и знать не знаем. И, естественно, тут PR must win без вопросов. Это по моему, конечно, мнению. А как по этому поводу? PR тоже, наверное, так думают. Но что тут думают по этому поводу Burden United? Я думаю, совсем другая версия у них касательно победителя данного матча. SingSync уже на позиции. SingSync уже готовится запустить Arrow ровно на руну. Ну, если вдруг кто-то подойдет. Ну, Сейхуру может прыгнуть, если, конечно, жизнь ему недорога. В принципе, стрелу от Мираны тут поймать очень даже просто. Очень. Тем более SingSync на Миране. Тем более... Чувак максимально опытный в составе команды Burden United. Этот прощать точно не будет. Ну и выходят. С всей толпой выходят у нас на руну. Ой, как PR сейчас должны попасть. Хотя не факт. Чилинг Тачи взяет у нас KingR. Come with me на low HP. Да тут демеджа столь. Какой там попасть вообще? ФБ забирают. В это время Queen of Pain забирает у нас еще и баунти руну. И внизу баунти руну забрал... А кто? Кто-то из PR-ов тоже, да? Чеширский код-то. Все отжали. Все, что можно было. И начало просто отличное для белорусского коллектива. Они выигрывают по голде со старта 600. И по экспириенсу 400 тоже в пользу команды Power Rangers. Go, go, Power Rangers. Что, у Пэриса здесь ситуация не страшная будет против Чеширского кота. Просто так Пэриса не пробить. Наверное, это наиболее выгодный вообще персонаж. Выгодный оппонент Бруде на сложной линии. Особенно стоя в соло. Я говорю о Тайтхантере. То есть Тараканы сильно пробивать не будут. Да и Чеширский код с руки тоже Пэриса не будет сильно пробивать. Ну и через Anchor Smash и Чеширскому коту здесь доставаться будет. Да и получать, естественно, получата будут по максимуму. У Бруды ситуация тут не сладкая. Хотя по факту, конечно, Бруда у нас дефолтно победитель на сложной линии. Но с другой стороны и контрпик есть. И Burden United прекрасно знали, какой это будет контрпик. Они взяли пятым героем для Пэриса Тайтхантера. Исключительно, чтобы здесь с Бруду разговаривать на равных. Ну посмотрим, посмотрим. Пока что Пэреры опережают своих оппонентов по золоту и по экспириенсу. По голде Пэреры выиграют 800, по экспириенсу более 500. Детяра. Подсобрался у нас фарм. Ну через Хауль идет и через Ферролуимпульс идет Ликан. Пока что без волков. На данный момент, возможно, оставили пуш конкретно у нас для Чеширского Кота. А Детяра будет в собственный дэмэдж заходить. Чтобы под Челлинг Тачем, например, драка была более-менее в пользу команды Пэр. Исключительно по физдэмэджу. Так действительно может быть. Челлинг Тач плюс Колд Фит, скорее всего, будет сейчас у Ancient Operation. Ну и под J4, под Телекинез комба на самом деле очень крутая. Если Синг-Синга поймать, Синг-Синг в принципе примерзнуть может. Главное после прыжка где-то его поймать. Синг-Синг лип еще не качал. На первом левеле, кстати, можно было Синг-Синга бы и поймать. Знают, что он первого левела. Знают, что Синг-Синг стрелу прокачал. Потому что на руне еще Синг-Синг эту стрелу швырял. Ну и Кингер должен подходить. У него есть второй левел. Тут Колд Фит поставить на Синг-Синга. Его можно забирать. Телекинез, Колд Фит под ноги. Пока не подходит. Да и Кам Визми тоже нормальная цель. На самом деле. Видят, Кам Визми. Джейфоб. Поднимай, Кам Визми. Нет, просто харазит. Просто не трогает. Ну и решили подождать. ПР, кстати, дождаться можно до реализации комбинации. Вы понимаете, я думаю, комбинацию команды Берден Юнатет на сложной линии. Это Мирана, которая дает стрелу в Найтмэр от Кам Визми. Тут все, что могут делать ПР, это только будить друг друга, чтобы как-то заявить стрелу. В противном случае комбат пройдет полностью и на фулл рейндж, если залетит, например, стрела, то не сладко будет точно. Майнац на Виспе. В это время на мидлейне Некроман. Некроман играет на гирокоптере. Непривычная ситуация для гирокоптера, согласитесь. Непривычный герой для Некромана также. Ну, как поставили, так и играть надо. Плюс здесь Майнац для Некромана. Можно и, в принципе, против Квапы постоять. Постоять даже в какой-то мере на равных. На данный момент у гирокоптера 16 на 4, у Квапы 13 на 8. Санлайт Сейхура отстает от своего оппонента, но по экспе, конечно, поднимает больше. Все-таки здесь рядом с гирокоптером постоянно тусит Висп. Понятное дело, крадет экспириенс. На данный момент Висп у нас отходит. Висп у нас занимается мультиспаунами. И, по-моему, у Виспа все получается как нельзя лучше. Ну-ка, да, здесь спот добавился еще. Ну и теперь что? Теперь просто зарабатывай третий флэг Кэнон и иди убивай крипов. Денег для гирокоптера на ранних левелах будет очень даже много. Некроман проседает по ХП от Квапы. Это неудивительно. Тут через Шадоу Страйк идет Квапа и через Крим оф Пейн. В равном мере прокачал и один и второй скилл. Ну и постоянно Некроман будет у нас под демеджем. Под демеджем от Шадоу Страйка. И уже вынуждены Курьера гонять у нас за бутылкой в киоск. Со стороны команды Пейер на сложной линии. Чеширский Кот решил избавиться от прямого контакта с Перрисом. Просто зашел за Тавр, встречает пачки крипов и отправляет их в никуда. А Перрис пусть мучается по Таврам и фармит. Как у него это получается, сейчас узнаем. Кингар у нас Найтмэр. Стрела пошла у Цинг-Синга. Не точная. Ну здесь досталось, конечно, камбой змеи. Вынуждены отправляться на собственную базу. Синг-Синг больше получит экспириенса, но и подставиться тут Синг-Сингу не сложно. Ну, кстати, после Липа. Телекинез откатился уже у Рубика. Колд фит у Ancient Operation. Как не было, так и нет. Смок, юзает команда Пейер. Надо ловить Синг-Синга. Пока не откатился Лип. Все, Лип откатился. Ладно, окей. У Тайтхантера тем временем. 22 на 5 у Брудмазер. 27 на 5. Чеширский Кот. В принципе, да не почти, а Чеширский Кот всех крипов забирает. Понятное дело, что заденать крипов некому просто. Так, Некроман у нас проседает на мидлейне. Выходит сюда J4. Выходит Кингер. Возле чем был проюзан Смок. И разваливают на мидлейне у нас Некромана. Берден Юнайтед уже проигрывает со счетом 0-2. По голде зарабатывает 270. По экспириенсу 190. Все это в копилку команды Пауэрэнджер. Все это достаточно серьезно. Тут Майнац просто рекорд, я смотрю, собрался сделать по количеству стаков. А ну-ка. Нет, тут уже не работает. Но это перебор. Не получилось. Ну, для Некромана, кстати, дела нормально должны идти. Через Рокет Бараж, через Флэк Кэнон. Кого-то одного забирает. Поднимает пятый левел и идет сносить. А Майнац огребает, как сильно у нас у Цейхура. И Майнац на лоу хп отпивается батлом. Ну, через оверчардж, через тизер по-быстренькому доигрался у нас Майнац. Некроман его динает. Конечно, это плюс. Все, мы это видели. Ну-ка. Может, мы приз какой-то получим. 3-0 счет, но это только номинально. Теряет золото у нас в итоге Висп. Но Санлайца и Хуру ничего не зарабатывает, потому что... Потому что Некроман скилловой парень. Потому что Некроман заденайл своего тиммейта. Тоже один из нестандартных мувов доты, которым... Можно удивить. Не зря за него призывал и раздает. Ну что, у Некромана. Третий Флэк Кэнон уже есть. Чуть-чуть бы больше демеджа, например, фейсбуцы приобрести. И можно идти на стаки крипов. Пока никто не пришел, например, Квапа через Кримов Пэйн не пошла и не позабирала все это. А денег здесь приличное количество. Здесь, я так понимаю... Да, три пачки. Так, у нас в это время Бэйн проседает по ХП. Начинают волки у нас подъедать камбой змеи. Ну и фейтболт в КД у нас у ДжФО. А так бы ДжФО зарядил 100% на дорожку бы у нас Бэйна. И Бэйн окочурился бы 100%. Есть уже деньги у Санлайца и Хуру на появление ПТ. Правда, себе еще не приобретает данный артефакт. Вообще есть Боттл, есть Маджик Вон для него, Мнул Талисман. Ну, так по фарму, в общем-то, Квапа, по-моему, обгоняет Герокоптера. Так и есть. Квапа у нас на первом месте. У него 350, даже 3400 с копейками. И Некроман на пятой позиции. Зачем было давать стрелу, если вы не продолжаете файтиться? Просто так как бы осадить немножко Квин оф Пэйн. Но вроде не сильно боковало. Ну, в итоге Квапа у нас поймала стрелу, развернулась и ушла спокойненько себе забирать руну. Теперь пополнится и пойдет сейчас развалит Некромана. Если здесь его увидят Некромана, то тут просто конец. Да все, видит его. Соник Вейв. Соник Вейв. Давай. Соник Вейв пошел у нас в Некромана Киллинг Спрейт для Санлайца и Хура. И это еще даже у нас подтупливало одно время Квапа. Кричать, не кричать, кричать, не кричать. Конечно, кричать. Что думать вообще? Чеширский кот продолжает здесь диверсию на нижнем лайне. Постоянно по таврам находится Перис. И счастье Периса в том, что Кэп выбрал для него Тайтхантера. Поэтому через Кракеншелл, через Энкар Смэш, естественно, вообще не проседает от крипов. Посмотрите, как было 967. Ни одного поинта толком не снесли ему. Ну, неудивительно. Подошел Перис драться с Чеширским котом. Ну, здесь веб четвертого левела. ХП реген 12,3. В паутине это еще и без инвиза. По-моему, в инвизе и пожестче будет. Или просто... Нет, нет, да. Итак, нормально, 12,3. ХП реген у Чеширского кота. Перис отправляется по тавер. Тоже, естественно, для фарма. Но ему не так комфортно здесь фармить. Надо не тупить. Например, с Энкар Смэшем. Ну, пока что Перис справляется на 5 с плюсом. Дитя Ра перемещается в лес. Дитя Ра уже есть. Линго Фриген. Есть у него Базилка. Скоро появится Хедресс. Появится Мордип Маск. И Ликан отправится у нас на Рошана. Волки четвертого левела. Хауль есть. Ферл Импульс есть. Поэтому Роху, в принципе, можно забирать. Ну, и Медальон неплохо было бы к этому моменту Ликану приобрести. Или хотя бы кому-то в составе команды Power Rangers. Но пока столько денег, сколько есть у Ликана. Ни у кого из саппортов не имеется. На первом месте по фарму у нас находится... Санваль Цейхуру. У него 4-4 стоит. На втором месте Ширский Кот. На третью позицию поднимается Дитя Ра на Ликане. Ну, и там же расположен у нас Перес. Ну, и дальше уже идет Некроман. Недлейнер команды Бёрден Юнайт. Который потерял время, которого... Теперь у которого будет проседание по левелу. Хотя здесь в файте может все и отыграть. Ну, и что. И пошло месиво у нас. И Перо просто загоняет. Ульту провязал Амираном, чтобы у всех был хороший мувспид. Но не такой же хороший, как у Ликана в шейпшифте. Забирают двух игроков Бёрден Юнайт. По итогу этого файта поднимают тысячу золота. И 700 экспириенсов тоже... 700 экспириенсов тоже для БУ у нас капнуло. Некроман заработал денег. Приличное количество. Покупает себе Брасер. Будет выходить у нас в барабаны. А дальше уже Номинаторы, БКБ. Все по классике. Квапа у нас. Файт решил организовать в лесу. И получилось на ура просто. Разоралась Квапа на всех. А волками здесь дитяра просто делает даблкил. Где в это время сам дитяра? Сам дитяра в это время фармил крипов. Он просто волками сделал даблкил. Миллион денег заработал. На ровном месте причем. Все, Владмир готов для дитяра. Он в принципе сейчас берет восьмой левел. И можно заходить на эншентов. Хауль будет второй. Или ферл импульс. По желанию. Хауль второй качает дитяра. Все, теперь с Владмиром ситуация комфортная для фарма. Дитяра проседать не должен в принципе. И волки тоже у нас должны чувствовать себя абсолютно комфортно. Да и волков тут не развалишь. В общем-то. Если один стак, так тем более. Волки всегда будут фуловые. Ну тут с Рошаном немножко посложнее. Ну может быть дитяра кстати и медальон будет ждать. А потом уже выйдет на роху. А может и не будет. Как раз волки подбегутся. Льют все хпшку. И откадешатся новые волки. Для дитяра. И Рошан будет у нас падать. На Эншентах Дитяра. На Рохе у нас стоит Санлайд Сейхуру. Отправляется на топ-лейн. Еще и в Инвизе это делает Санлайд Сейхуру. У него Соник Вейва нет. То есть поймать так толком никого и не получится. Но с помощью Джейфо может быть и выйдет. Ситуация. Кстати поймали у нас самого Джейфо. Найтмейр по Джейфо. Джейфо Е6 левел. Он украл. Украл кулдаун. Но проезжать его просто не успел. Ну и Майнац на ло хп. Но Сейхуру если успеет наорать в Майнаца будет великолепно. Стрела от Синг Синга полетела в Дитяра. И начинает разваливать у нас Дитяра потихоньку. Еще и ракета по нему. Дитяра здесь скорее всего и останется. Я понимаю. Нет. Разваливает Дитяра потихонечку со спины команду Бёрден Юнайтед. Теряют только Рубика. Игроки команды Пэйр. Но забирают Веспа и забирают Синг Синга на Миране. И плюс конечно же для Пэйра. 720 по голде. 1050 по экспириенсу. Ну и на 13 минуте Пэйры по золоту выигрывают уже 5000. И по экспириенсу 4 с половиной. Давайте по артефактам пробежимся. 1500 есть у Дитяра. Есть Владмир. Есть также Пауэр Трэнс. Медальон, медальон. Где ты? Как сложно, а с этими артефактами. Где же медальон у нас? Вот он. 1200. В принципе денег хватает. Еще и сдача будет на ТП, чтобы улететь. В случае чего. Под смоком команда Пэйр. Выходит на нижний лайн. Надоел Пэйрис. Просто надоел. Будут с ним разбираться. Медальон покупает у нас Пэйрис. Ой, Пэйрис. Дитяра, конечно же. Пэйрис в это время покупает Мекку. Ну и Кенгер у нас покупает в Абсервер Вард. Всем аккуратней. Что Пэйриса должны в принципе забирать. И Тауэр должны забирать. И всех должны забирать. Бруда просто своими тараканами съедает у нас Тауэр. Закрывают Пэйриса. У Пэйриса есть. Рэвидж. Уйти бы. Пэйрис. Учеширский кот у нас в паутине. И еще Рэвидж у нас от J4. О, как так получилось вообще непонятно. Почему у нас Тайтхантер не провязал нифига после Рэвиджа? Неясно даже. Хоть Гаш, да хоть что угодно. Был ли вообще Гаш? Да, Гаш был первого левела. У него был Энкор Смэш. Или Энкор Смэш он до этого провязал и в КД был. Но отдавать Рэвидж, ну это же просто смешно, согласитесь. В это время еще и Герокоптер. Здесь же слился. Здесь же слился Висп. Прилетели поубивать. Поубивали. Красавчики. Релокейт на 5 с Пэйрисом. Ну что, команда ПР начинает давить. И по голде уже выигрывают 7 тысяч. По экспириенсу 5 с копейками. Да и сейчас. Еще и с Рошаном капнут деньги. Да и Аегис для Дитяра. Короче, не для Дитяра, для Санайца и Хуру. У нас Аегис для Дитяра просто денежки, опыт и почет. Хорошая пенсия. Для Аликантропа. Аликан уже тут в принципе в полной мере раскрывается. Как персонаж. У него есть четвертые волки. У него все необходимое имеется. Есть уже Хауль четвертого левела. Поэтому пушить и Ликан может. И все, кто с Ликаном будет рядом стоять, тоже у нас нормальным пуш потенциалом обладают. Все, провязал Хауль. Вместе с волками просто сжирают Тавр. Вместе с Иллюзиями, вместе с волками. Подпушили Тавр. Волки у нас умирают, но умирают от Тавра. И команда ПР не додавила. Потому что в соло был Дитяра. В соло давить смысла нет. У Кингера есть у нас Айс Бласт. Поэтому можно и стянуть всех вокруг, зарядить Айс Бласт. А там уже Квин оф Пейн влетит. Правда, Сонлайца и Хура немного далековато у нас. Аганим есть. Аганим. Для Квапы Аганим на 16-й минуте. Более чем классно. Тем более, что Квапа еще и 7-0-3 идет. Ну, почему бы и не заиметь этот Аганим. По голоде Квапа на втором месте. А на первом Чеширский Кот. А ну-ка покажи, что у тебя есть. А нифига вообще нет. БКБ только есть у Чеширского Кота по артефактам. Но здесь все сконцентрировано в Хэнд оф Мидас. Хэнд оф Мидас подарит еще много артефактов Квапе. Линию она продолжит пушить. Я думаю, что Чеширскому Коту и появляться нет смысла сейчас. Рядом со своими тиммейтами он тут соло чудеса творит. Камвизми. Просто вот тараканов гниет. Как Камвизми? Камвизми теперь может Найтмэр отменять. Ловит ульту аппарата Камвизми. Ну, не должен умереть. Не должен. Час, глаз закончился. Камвизми у нас выживает. Ну и на мидлейне в это время забирают Некромана. А бить-то нечем Некромана. Есть чем бить. Квин оф Пейн забирает у нас Некромана. Монстр килл уже для Санлайца и Хура. Беррис, Реведж по всем. Да юзней Анкар Смэш. Хорош юзной Анкар Смэш. А Реведж все-таки был у нас у Рубика. Был еще с прошлого раза. И это код лайк для мидлейнера команды ПР. И все Берден Юнайтед в панике здесь. Просто что происходит. Вапу, правда, разобрали. Вапу достаточно быстро развалили. Все-таки Финс Грипп. Это не шуточки. И Квин оф Пейн у нас теряет Эггис. Но Стрик свой не теряет. Код лайк для Санлайца и Хура. Дороговато стоило бы смерть. Его... Ну и в плюсе Берден Юнайтед остались. 1300 отыграли по голде и 2200 по экспириенсу. J4 классно сыграл за счет Реведжа Краденова. Но с другой стороны J4 слился достаточно быстро. И кроме Реведжа пользы как таковой и не нанес. Ну и попа была у нас без Соник Вейва на тот момент, по-моему. Поэтому... Поэтому файт, конечно, был проигран Пэйрами. Ульта аппаратов Пэриса. Пэриса попали. Соник Вейв туда же. Ну и Чеширский Кот доест у нас. Бррр... Тайт Хантер. А Тайт Хантер в таверну. Бэк-эбет Чеширского Кота против Синг-Синга. Зачем нужен был бэк-эбетом? Непонятно. Ну, на всякий случай Чеширский Кот произвел этот... Артефакт. Так, 690 в этом файте зарабатывает и 1370 по экспириенсу. 7500 Пэрой по голде. По экспириенсу 7500 тоже в пользу команды Power Rangers. Так, от кого барабаны? От... От гирокоптера, как я понимаю, да. Гирокоптер быстрее валить. Постучал по барабанам и валить. Майнац у нас чуть было не попал. Под Айс Бласт у Майнаца были бы проблемы. Ну, попал, но только косвенно. Сам Айс Бласт не пробил у нас Майнац. И тем не менее, ХП вообще в минимуме осталось. Так, у кого-то появился дезолятор. А ну-ка. А ну-ка. Так, Курьер, Курьер. Покажи. Чеширский Кот у нас покупает себе дезолятор. Теперь Бруда вообще прощать никого не будет. У Бруды. Плюс 120 демеджа на 16 левеле будет от ульты. У нее будет потрясающий... Ой, врыв у нас Чеширского Кота. Старается выжить Чеширский Кот, но здесь под Вардом. Просто не справится. Демеджа много, а вот ХП как-то не очень. Для Бруда и только-только от КД 6 в БКБ, поэтому Бруда у нас встряла очень быстро. Ну и хватает пока одного Финкз Гриппа. Еще и на то, чтобы прилетел... Финкз Гриппа хватает на то, чтобы успел еще Виз прилететь у нас с Герокоптером. Так что у Бруды, конечно, укрепляться в ХП надо обязательно. О, золото! 7500 выигрывает Пауэрэнджерс. По экспириенсу они выигрывают 6000 своих оппонентов. Субтитры создавал DimaTorzok 20 минут сыграно, даже 20 с половиной. Голду мы видели, экспириенс мы видели. Давайте смотреть по интересным артефактам. У Ликана уже есть Медальонов Кураж, есть Огр Клаб, есть Владмир для Дитяра. Квин оф Пейн зарабатывает себе Аганим. Есть у нее Огр Клаб, есть ПТ для Квапы. Второе место по Нетворцу. На первом месте у нас Бруда, но Бруду мы уже видели. Дезолятор есть, есть БКБ и только Бутсов Спид покупает себе Чеширский Кот. Пора, решил Чеширский Кот. 22 минута, куплю-ка я себе Тап. Джейфо, Сурнов Шадоу с Тапком и Мэджик Вандом. Глимер Кейп есть для Кингера, есть также Пойнт Бустер для него. Ну и Дитяра уже у нас с Владмиром, есть у него Медальонов Кураж, есть Огр Клаб. Со стороны команды Бёрден Юнайтед. Тайт Хантер с Даггером, с Аркан Бутсами. Кстати, у нас хороший файт-то может организоваться. Квапа забирает Виспа очень быстро. Это Бион Годлайк для Квапы, Висп ну ливнул, да? Не очень-то, не нравится, не хочу играть в этой команде, не моё это. Да, это, конечно, не Лив, у нас Майнатса, наверное, просто выбросила. Майнатса, тем временем, есть Ранквил Бутси, есть Урн оф Шадоулс и всего по мелочи. Герокоптер от Бёрден Юнайтед с Медрилхаммером, с Огр Клабом, ну и ещё сфармить и фармить до появления БКБ. Так и серьёзных артефактов, в принципе, ничего нет. Ну и у Мираны есть у нас Драм оф Эндюранс, Сринг оф Аквилла и Фейс Бутсы. Тоже немного удивительно для Мираны приобретение барабанов. Зачем они кому вообще нужны были? Ну, нужны всё-таки Глиммер Кейп для Бэйна и Транквил Бутсы вместе с Брасером. Под Глиммер Кейпом, Кам Визми, у него есть Финс Грипп. Он ставит вард и видит Чеширского кота. Нет, Чеширский Кот у нас тусуется в ёлках. Не выходи, не выходи, тут ничего хорошего тебя вообще не ждёт. Чеширский Кот, за Кам Визми. Джейфот так и хочет у нас Финс Грипп украть. Возможность была бы... Так, Чеширского кота поймали, ульта аппарата. В Финс Гриппе стоит Чеширский Кот, дэмэджа 0 вообще, но хотя бы контроль есть. Кулдаун пошёл у нас от Гирокоптера. Нормально пробила Джейфо, но Джейфо при этом жив. Тайт Хантер у нас отправляется в таверну. Чеширский Кот бежит дальше за Некроманом. Некромана вместе с Волками доедает у нас Ликан. Ну и 2 в 0 подрались Пэйеры. Забрали Тайт Хантера и забрали у нас Мидлейнера. Мидлейнера по совместительству Мейн Керри. Гирокоптер отправляется в таверну. 23 минуты. 9 тысяч выигрывает по злоуту Пэйер. По экспириенсу девятка тоже для Пэйера. А по голде вот после обновления графиков 11. В пользу белорусского коллектива. Давися, Брэй. 18-7 вообще выигрывает Пэйер и должны в принципе катку эту до логического завершения доводить. Причём на таких ранних минутах заходят на хэкграунд. Это говорит о серьёзном преимуществе Синг-Синга. Поднимает Джейфо, забрал у него. Забрал у него Старшторм. Проюзал его. Правда только на крипов ульта аппарата. Ни в кого не попадает Тайт Хантер у нас. Атриспаунился. У Тайт Хантера нет реведжа. Пэрис ворвался в толпу. Ну потанковать. И в принципе правильно всё сделал. Мирана в это время забирает Чеширского кота. Причём стрелой это делает. Ну и поймали у нас ещё и Дитяра. Я понимаю. Дитяра зажали. Дитяра БКБ проюзал. И сразу им ТП аут. К чёртовой бабушке отсюда. Правильно. Нефиг там сражаться. 9 на 18. И так двоих потеряли. 2 400 отдаёт. Команда Power Rangers своим оппонентам. И 3 300 отдаёт по экспириенсу команде Bird and Unite. 12 тысяч по золоту ПР. И по экспириенсу чуть менее чем 7,5. Есть Митрил Хаммер для Синг-Синга. Скорее всего будет покупать себе Мэл Стром. В принципе уже мог бы приобрести. Он что-то не покупает. Подождём немножко. Ну, курьер только у нас прилетел на базу. Синг-Синг пока не приобретает. Я думаю, весьма полезная вещь. Мэл Стром против тараканов Бруды. И против волков ликановских. Чтоб не руками их пинать, а молниями заковырять этих надоедливых тварей. Чеширский кот опять тут по вардам решил прогуляться. Мало он тут попадал. Финсгрип у нас Чеширского кота. Через вообще все расстояния. Через полкарты. Камвезми зарядил у нас Финсгрип. Просто в никуда по сути. Дэмэджа нанёс Чеширскому коту. Но только относительно. Ну и Чеширский кот начинает просто съедать у нас Роху. Это ещё без медальона Роха у нас. Сейчас посмотрим, что с ним будет. Сейчас уже минус 9. Дефа. Ну и Рошан просто сыпется как тряпочный. Ведош превратили у нас Рошана. Санлайд Сейхура забирает. Аэгиса это в принципе верное решение. Потому что у него Бьён Гадлайк Стрик. Ему умирать вообще в принципе нельзя. Потому что подарить эти деньги гирокоптеру. Себе достаточно серьёзный артефакт сможет купить. Или хотя бы его часть дорогую собрать. Я говорю сейчас о Дэмэнэджа. Конечно же на гирокоптере и дальнейшем МКБ например. Пытались поймать у нас Санлайд Сейхура. В итоге промазали Эру. И Некроман уже поверил в себя. Поверил в своего тиммейта. Думал что всё будет в порядке с Эру. Дам-ка я кулдаун. Рэнджи как раз стрелы хватит. Чтобы продержать у нас в стане Квапу. Там просто 2 мм надо было по карте передвинуться. Санлайд Сейхура в сторону. И проблема была решена. БКБ есть у Квапы 10 секундный. Есть Аганим и есть ПТшка. Также для мидера команды ПР. Что там с Керри? Как дела? У Керри есть БКБ 9 секунд. Есть Медальон. Есть Плейт Мэйл. Готовится в Кирасу выйти детяра. Чеширский Кот. В это время 2700 насобирал после появления Дезолятора. Так стрела от Синг-Синга. Куда? Вообще в никуда. Тут в кого-то должна была попасть. Может быть всё-таки попала в кого-то из тараканов. Я не обратил внимания. Ну что Синг-Синг. Что ты там дофармливаешь себе в лесу? Ну не говори мне, что это будет Дезолятор. Это... А, это уже есть Дезолятор. Это не будет Дезолятор. Это уже Дезолятор для Синг-Синга. Так решили справляться у нас с командой ПР. Кого этим Дезолятором Дезоляторить? Я не очень здесь понимаю тактику. Ну да, вещь конечно крутая. Но Синг-Синг же у нас не в пабе. Синг-Синг тут не ради фрагов играет. Тут надо выиграть команде Бёрден Юнайтед. Они и так не в самом приятном положении. В данной игре. Собирает Дезоль. Окей, ладно, твоё дело. Посмотрим, в принципе-то, если контроль будет над Мираной. А контроль-то над Мираной будет. Её же Квапа сож... Ой, Квапа. Бруда, да и Квапа тоже сожрёт за секунду. Синг-Синга нет БКБ. Синг-Сингу тут просто вата. Кулдаун. Из-за этого у нас Герокоптер неплохо так поднялся. Благодаря Таракашкам, да и всем крипам. Тараканы быстренько на хайграунд. В паутине. У кого есть Вижн, кто тут? Ходячий вард. Сайнлайт Сейхура. Врывается у нас Камвезми. Ульта аппарата. Ульта аппарата сейчас уничтожит. Камвезми нет. Не уничтожит. Хотя может и такое случиться. Да, Камвезми должен догореть. И добить Камвезми не получится. Камвезми... Нет, получается. Слушайте. Синг-Синг добивает у нас Камвезми. Вот зачем был нужен визолятор. Чтобы больше демэджа тиммейтам наносить. Два килла от команды ПР. Сразу же два байбэка от Бёрден Юнайтед. Врыв пошел Чеширского кота. У Пэриса есть реведж. Чеширского кота и так заберут. Камвезми здесь на Бэйне чудеса на самом деле творит. Ну и бараки доедаются таракашками. Пэрис забрали одну линию. Правда потеряли бруду. 1200 она стоила команде Пэрис. И по экспириенсу Бёрдены поднимают 1850. Дороговато. Ну это мейн керри. Это самый дорогой герой. Это топ Нетворс на карте. Неудивительно. Вообще первые три места занимает команда Пауэр Рейнджерс по Нетворсу. 15.5 у нас у Санлайца и Хуру. И Дитяра 13 и Санлайт. Точнее 15.5 у Чеширского кота. Санлайца и Хуру 13 с копейками. И Дитяра тоже 13-100. Ну и дальше пропасть в 2000. Герокоптер только-только на четвертой позиции. Что герокоптера уже есть Дэмон Эдж. 100% это будет... Ну 100, не 100, но 90% что это будет МКБ для Некромана. Хотя, конечно, тут рапира была бы вообще не лишней. На 30-й минуте всех этих тараканов просто в щи вообще разорвать. Моментально нет. Некроман, скорее всего, пойдет все-таки у нас в МКП по Саевове сыграть. Хотя, что тут Саевове в команде Берден Уинайт, это мне непонятно. Герокоптер герой мощный. Но Лекан тут с Керасой в скором времени и БКБ. В принципе, герокоптера ощущать не должен. Та же история касательно Брудмаза. Брудмаза сожрет у нас герокоптера моментально. Поэтому надо просто довериться случаю и попытаться шанс в виде рапирки реализовать Некромана. Вот у Нави, например, вчера получилось. Матч, кстати, эпичный был против Вега Сквадрон. Да, потому что Нави тут умудрились на протяжении 60 минут просто у нас отхватывать по полной от своих оппонентов. А потом камбэчить, видите ли, как профессионалы. Ну, чеширский код. Провязал ульту за камбэзми. Теперь посмотрим, кто кого съест. Бруда сжирает у нас просто Бэйна. Бэйн отправляется в таверну. И Висп в панике отсюда бежать. Мы, говорит, не этого хотели. Мы вообще не думали, что вы там вместе все. Мы думали просто съесть быстренько Бруду и уйти. Отлично все случилось. Правда, Бруда съела немного раньше Бэйна, чем он смог это сделать. 31 минута. Пэеры выигрывают. Выигрывают под деньгом достаточное количество, чтобы начать активно кушать хайграунд. Одну линию, напомню, они уже снесли. Сейчас по золоту они выигрывают 14 тысяч. По экспириенсу 5. Выигрывает команда Power Rangers. Вспания решает. Здесь деньги. Это артефакты. Артефакты это деньги. В будущем. За счет убийства, за счет... За счет живучести в тех же файтах. Ну и, конечно же, дэмэдж от команды Power Rangers. Дэмэджа сейчас очень много. Бруда с руки наваливает, с руки или с чего она там бьет. Наваливает невероятно просто. Санлайца и Хуру уже с третьим Соник Вейвом. Аганим есть у Клопы. Переживать все за счет БКБ Клопа тоже у нас сможет. Ну и Ultimate War для Queen of Pain. Тоже вещь более чем полезная. Потому что выходит в итоге у нас Клопа в Хекс. Остается всего ничего там 700 или 600 копеек до появления Сайт оф Вайс. Кираса прилетает у нас к Лекану. Дитяра, в принципе, уже укомплектован. Можно бы и побежать. Надо, в принципе, Башер ищу Дитяра. Или Абисал Блейд. Но это чуть-чуть попозже. Кингер просел у нас по ХП. Я даже, кстати, не понял, где ты так наполучался. Есть у него Point Booster. Есть Огр Клоп. Есть Афу Физдер. И Дэд Блейд оф Лакрити копейки остаются. Продает ТП у нас Кингер. Ждет 13 копеек до появления Аганима. Есть Аганим, есть нормальный файт. Все. Готовый Аганим для Кингера. Можно даже и не уходить. Он из базы на всякий случай двигается в сторону своих тиммейтов. Мало ли где будет замес. Может не только Айс Бласт понадобится. Финс Грипп пошел у нас в Синг Синга от J4. Их же оружием. Holy shit. Говорит у нас аннамсер. И не просто так. Потому что Квапа уже 13-й. Нет, 12-й безответный фраг у нас делает. Майнаца развалили. Минус 2 делает команда. Команда ПР и Некроман. Просто за Геррокоптером. Ну и почему развернулся Чеширский Кота? Потому что здесь Финс Грипп, кстати, от Бейна правильно развернулся. Да. Я подумал, что Финс Грипп только что был проюзан. Но он был проюзан. Правда, был проюзан саппортом команды ПР. Джейфо на Рубике стырил Финс Грипп. Очень удачно его использовал. И таким образом Синг Синга отправили в Тавет. Ну как Синг Синг? Дизолятор помогает. Что-то для Мираны дела все хуже и хуже. Мне кажется, Манта Стайл тут очень много вопросов решил бы. А дизоль на Миране смотрится не алло вообще. Ну и Абисал Блейд у нас для Геррокоптера. Ой, для Геррокоптера. Для Ширского Кота. Ну, по сути, он для Геррокоптера. То есть, Ширский Кот купил его, чтобы держать у нас в контроле Геррокоптера, когда тот включает БКБ. С одной единственной целью. Поэтому тут я даже не оговорился, а просто предвосхитил события и свои объяснения. 10-23 счета. 17 тысяч по Галде ВР, по Экспириенсу 8 тысяч тоже команда Пауэрэнджерс. 35-я минута у нас идет. Почему бы не допушить? МКБ приобретает себе Геррокоптер. Вот так вот. Больше дэмэджа стало у Некромана, но мне кажется, это не критичное количество дэмэджа. То есть, оно не спасет команду Бердон Юнайтед в принципе. То есть, либо очень много дэмэджа, либо не дэмэдж тогда, а что-то другое. Очень много дэмэджа Геррокоптер не рискнул покупать. А зря. Просто 800 копеек добавляй и покупай нормальный артефакт. И тогда у тебя будут шансы. Но неужели сейчас Геррокоптеру непонятно, что в соло его просто разваливают? Кто будет убивать все это? Это все должен убивать Геррокоптер. Мирана какую-то одинокую точечную цель может себе выбрать. Да, дэмэджа, конечно, немало, но... Не знаю, мне кажется, что Пауэры просто раскатят. Команду Бердон Юнайтед и смогут... Да даже просто сплитпушем смогут уничтожить базу коллектива Бердон Юнайтед. Так, ну что у нас... Напомню еще раз, это матч в формате Best of 2 европейских квалификаций. Это первая катка. И следующая игра будет у нас... Вот это же ответная игра Пауэров против команды Бердон Юнайтед. Ну и после данного матча у нас будут играть Hellraiser. Это будет в 15.30. Хэеры будут играть против команды Лондон Конспирейси. Обидчиков новей. Смогут ли Хэеры стать обидчиком, 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 обидчиков новей? Узнаем. Некроман поймал у нас ульту аппарата и под агонимом эту ульту поймал. Поэтому Некроман разворачивается и просто отсюда валит. Он просто съедает себе половину ХП. В Глимеркейп сразу же у нас Некромана. Лети, хилься на фонтан. Что с Некроманом происходит? Это ульта аппарата и у Некромана еле-еле тут половина ХП. Меньше половины ХП точнее остается. Что же будет у нас в итоге с... Да с каждым в принципе так будет. Да, там в процентном соотношении съедает. ХП-шка ульта. Ну это классно. Один ульт половину ХП уничтожает и не дает возможность хилься. Ну конечно ульта аппарата это чудо. Кам Везми поймали. Ну и Кам Везми должен умирать здесь. Джейфо, брейнсап. Провязал. Стой дальше в Найтмейре. Я пока без ХП тебя оставлю. Дитяра вместе с Чеширским Котом. Волки, тараканы. Тараканы, волки. Пошли пушить хайграунд команды Бёрден Юнайтед. Заходят на хайграунд. Дитяра провязал уже у нас волков. Провязал хауль. С волками должны потихонечку спушивать. Реведж у Периса есть. Может в принципе и ворваться. Здесь Дитяра ловит у нас стрелу. Эджис есть у Дитяра. Дитяра в Глимеркейпе стоит. Хилить ему нечем. Некроман. Колдаун по Джейфо и по Санлайд Сейхуру. Только один удар. Поднимается у нас Дитяра. Чеширский Кот входит у нас в ульту. И начинает нарезать Чеширский Кот. Просто развернулся и ушел отсюда. Байбэк у нас от Айтхантера. Чеширский Кот если сейчас в кого-то вгрызется. То отхилится я думаю очень быстро. Нет, уходит Чеширский Кот. Пэйеры пока никого еще не потеряли. БКБ от Санлайд Сейхуру. Что-то застрял он как-то. Финцгрипит долговато. Ну и в это время Синк Синкс мог у нас съесть. Все-таки Квапу заработал 1250 голды. Сам Синкс умирает. Тут же эти деньги сливает у нас на байбэк. Трипл килл у нас от Дитяра. Еще один удар бы от Дитяра. И это был бы ультракил. Нет, так не случилось. Мидлейн в это время доедает. У нас Брудмазер. И Брудмазер на топ лейн. Вообще без печали Чеширский Кот. Ульта есть. Просто подойдите. Кто-нибудь я хоть похилюсь от вас. Мом покупает себе Синк Синкс. Но это уже агония просто. От команды Бёрден Юнайтед. Им тут никак не справиться. Есть у Чеширского Кота БКБ. Есть Абиселл Блейд. Есть Дезолятор. И ульта есть. Смотрим на Чеширского Кота. Пошел стан в Синк Синга. И Синк Синкс еле-еле на ЛОХП у нас отсюда уходит. Еще один удар. Синк Синкс под Фонтан. Чеширский Кот на ЛОХП у нас отходит. Синк Синга не разваливают. А где, кстати, вот здесь у нас Мирана. Ну что, файт продолжается. Правда, упали бараки, если что. Пока мы там что-то обсуждали. Вообще нет никаких бараков. Да, это у нас мега-крепы. И тут драться просто не о чем. Уже команде Бёрден Юнайтед с ПР-ами. 29-11. ГГВП. Поздравляем. Белорусский коллектив. Команда Пауэрэнджерс. Зарабатывает первую победу в данном противостоянии. Бест оф 2. Для них это безусловный плюс. Потому что ПР-ы, еще раз скажу, у нас. Не алло смотрятся в собственной группе. У них одна игра и одно поражение. Теперь уже минимум будет 2 игры и... Одно поражение и одна ничья. Это минимум. А может быть одна победа и одно поражение. И это безусловный плюс. Ну что, поздравляем команду ПР. Пока что небольшая пауза. Небольшой перерыв, пока у нас лобби пересоздают. И заходим на ответный матч. ПР против Бёрден Юнайтед. Дальше у нас по расписанию Лондон Конспирейси против Хэл Рейзерс. И после них все из той же группы. Команда Йеллоу Сабмарин против команды Натус Винсер. Оставайтесь с нами. Будут только интересные матчи. До связи 5-6 минут. И возвращаемся на вторую катку. Команда Йеллоу Сабмарин против команды Натус Винсер.